Идем далее. В Кунгуре полицейские провели масштабный рейд. Скутерист-мотоциклист. Во время проверки на дорогах города сотрудники дорожной полиции уделяли особое внимание защитной экипировке мотолюбителей и наличию удостоверений на право управления скутером. Как показала проверка, большинство водителей мототехники грубо нарушают правила дорожного движения. На этот раз сотрудники ГИБДД решили проверить скутеристов без использования патрульной машины, чтобы не спугнуть нерадивых водителей. В пятницу вечером мотолюбителей на дорогах города оказалось не так уж и много. По ходу движения полицейские дают рекомендации водителям двухколесного транспорта. Гражданин, особенно предупреждаю, чтобы ездили в каске. А раз на улицах мототехнику найти не удалось, сотрудники госавтоинспекции решили поехать по дворам жилых домов. Деревни Беркутово внимание инспекторов сразу же привлек юноши на скутере. Как оказалось, парню всего 15 лет. Водительского удостоверения у него нет, как и защитных средств экипировки. Где у вас мотошлем? Понимаете, что нарушаете требования закона? Понимаете. Паспорт у вас есть сегодня? С документами на скутер у юноши все в порядке. А о том, что управлять им по закону можно лишь 16 лет и обязательно иметь категорию А, молодой человек услышал впервые. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Приехавший на ряд ДПС увозит скутер на штрафстоянку. А с юным нарушителем предстоит профилактическая беседа. К административной ответственности, значит, гражданин у нас подлежит 16 лет, так как тебе 16 лет, значит, штрафа тебе не будет. Значит, но с тобой будет разбираться инспекция по делам несовершеннолетних. То есть на сегодняшний день ты являешься несовершеннолетним еще лицом. Значит, будет решение приниматься уже инспекцией по делам несовершеннолетних. Не успели полицейские отпустить юного скутериста, как во дворах уже появился другой. Молодой человек растерялся, увидев патрульную машину, поэтому в своих показаниях путался. Вы нарушаете закон? Ну, скажите, папе он мне большого не дас вообще. А почему он вам дает и сейчас? Он сказал, как бы ездить по Бергтово, можно так чуть-чуть покататься. А вы знаете, что мопедисты сейчас детей сбивают? Я ничего ни разу не сбиваю. Так 4 года уже, как бы все нормально. Тем более. 4 года уже ездите? Нет, в смысле в 4 года первый раз попробовал бы. Все нормально. Нет, только 16-й увеличивающий водительского удостоверения. Не буду больше страшить. Чтобы его двухколесный транспорт не забрали на штрафстоянку, молодой человек в компании инспектора отправился искать отца. У юного водителя также нет категории А. Поэтому мальчика, как и его транспорт, передали родителям. Так, в пятницу было проведено данное мероприятие, по итогам которого было выявлено 11 нарушений правил дорожного движения водителями мопедов и скутеров, из которых один водитель мопеда управлял транспортным средством в состоянии алкогольного обвинения, два водителя управляли без водительского удостоверения, и четыре не использовали мотошлем при управлении мопедом. По статистике полицейских, дорожные аварии для водителей двухколесных транспортных средств заканчиваются намного серьезнее, чем для автомобилистов. Только с начала этого года в городе уже произошло несколько ДТП с участием мототехники. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей мопедов соблюдать правила дорожного движения и не ездить без защитной экипировки, а также соблюдать скоростной режим и своевременно пользоваться указателями поворотов при маневрах.